Дмитрий Якимов осматривает сгоревший кузов своего автомобиля. Сегодня полчетвертого ночи мужчине позвонил сторож и сказал, что горит автостоянка. Я недалеко здесь живу. Быстренько с женой приехали на машине. Смотрю, уже выгорится была. Зацепили пожарку. Оттянуть, потому что горели эти машины. Чтобы можно было подойти им, тушить. По предварительной версии, первым загорелся микроавтобус Toyota L-Tice. Затем пламя перекинуло с настоящей ряда машины. Когда сторож автостоянки увидел возгорание, он сначала пытался потушить пламя своими силами, потом позвонил 0-1. На место сразу прибыла бригада пожарных. В результате пожара три машины полностью выгорели и не подлежат восстановлению. Чуть меньшие повреждения получили еще два стоящих рядом автомобиля. Назначена экспертиза, результаты которой объявят только через 10 дней. По поджогу, если, допустим, сюда машина заезжала, значит, милиция будет разбираться, кто заезжал и так далее, с охранником. Если с той стороны угадать, допустим, по машине, какую машину сжечь, если учитывать поджог, то, ну, не знаю, надо постараться. Все зависит от того, в каком состоянии был охранник. Не дожидаясь официальных результатов экспертизы, ВВД города Иркутска сегодня озвучили наиболее вероятную причину пожара. Неисправная электропроводка одного из автомобилей. Впрочем, все версии еще проверяются. Оперативно-следственная группа собирает материал на месте и передает эти материалы в ОГПС, МЧС. И уже дознание занимается дальнейшим расследованием данного дела. Пострадавшие автомобили застрахованы только по ОСАГО. Их владельцы надеются, что в скором времени найдут виновников пожара. И в результате судебного разбирательства им возместят ущерб. Раиса Силина, Константин Синицын. Новости сейчас.